Футбол 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 Многие европейские команды регулярно организуют благотворительные матчи, а такие знаменитые футболисты, как Лионель Месси и Криштиану Роналду активно занимаются благотворительностью. Кажется, футбол перестал быть просто спортом и обрел значительную социальную составляющую. Получить хорошее настроение, помочь нуждающимся людям в сборе денег и так далее, и, конечно, подарить друг другу хорошее настроение и опыт на всю жизнь. На этот раз был участник собрать легче. Если в прошлом году у нас было 10 команд, в этом 17. Не ожидалось, что столько много людей откликнутся, но, тем не менее, почему организую? Потому что, я не знаю, это такие эмоции, когда люди побеждают. Их эмоции, мои эмоции, что мы можем помочь. Это не передаваемо. Не секрет, что спортивные люди меньше болеют. Так, люди, занимающиеся физкультурой 5 и больше дней в неделю, болеют простудой не более 5 дней в году. В связи с этим советы для молодежи от футболистов звучат особенно убедительно. Чаще и больше бегать. Потому что футбол – это бег в основном, движение. И мысль головой. То есть это шахматы те же самые. Только ногами, да. Детям это обязательно нужно. Это, конечно, зависит от каждого, каким видом спорта заниматься. Но, как по мне, все больше и больше. Молодежь сейчас начинает играть в футбол. Им это нравится. И я думаю, надо продолжать в том же духе. Идея благотворительного футбола зажгла многие команды Оренбурга. По словам Марии Рязановой, повтор данной акции возможен уже в этом году. У нас есть группа ВКонтакте «Будь человеком». У этой группы есть подгруппа «Будь здоровым, будь человеком». Там освещаются все мероприятия, связанные со здоровым образом жизни. А еще ребята оказались очень добродушными и с удовольствием делились своим мастерством. Ребят, научите меня давать пас. Считается, что белый цвет характеризует чистоту, добродетель и радость. Все эти характеристики без труда можно отнести к акции «Белый цветок 2015», проводимой при храме Святой Троицы. Это цветочное спасибо уже согрело души сотен горожан, сделавших доброе дело и оказавших помощь нуждающимся семьям Оренбурга. Помогаем собирать деньги на малоимущие. В храм постоянно ходим. Просто помогаем, кто здесь работает. Поем тоже со всеми, потому что и погода хорошая, и люди радуются. Акция в этом году у нас посвящена сбору пожертвований подопечным Центра помощи семье и детям «Колыбель». У нас там окормляется около 530 семей. Это семьи малоимущие, многодетные, находящиеся в кризисной ситуации, с болящими детьми. И чтобы облегчить им жизнь, порадовать их, организована эта акция. Эта акция у нас ежегодная. В прошлом году мы проводили акцию, и сборы все пошли беженцам с Украины. В России акция «Белый цветок» проводилась с 1911 года под покровительством царской семьи. Собранные средства тогда направлялись на борьбу с туберкулезом, чумой столетия. Данная акция сегодня – это попытка возрождения благотворительных традиций русского общества. Мы узнали об этой акции, когда я провожала своего ребенка в православный лагерь. Она у меня всегда ходит в брацию православных следопытов. Вот мы ее провожали и узнали об этой акции, об этом празднике. Узнали, что сюда икона приедет с мощами Петра и Февронии, что будет праздник. Вот я с младшим ребенком сегодня пришла. На службе отстояли, к иконе приложились. И вот решили посмотреть концерт, поучаствовать, сделать красивую открытку хочу родителям. В рамках данной акции проводились различные мастер-классы. В рамках данной акции выступали творческие коллективы, а также работники храма. Кроме того, в программе была предусмотрена божественная литургия, спектакль, сказка о глупом мышонке и, конечно, чаепитие с ароматной выпечкой, которые пришлись по душе не только взрослым, но и детям. Атмосфера и добра, милосердия и светлой радости было наполнено воскресное утром. Множество людей посетило храм Святой Троицы. Силами прихожан в этом году было собрано 53,5 тысячи рублей. По словам сотрудницы храма Полины Радкевич, эти акции планируется сделать ежегодными. Такая акция у нас пока проходит один раз в год. Эта акция стала традиционной. По примеру, ту акцию, которая проходит в Москве и в других городах России. Мы очень надеемся на Божью помощь, на то, что у нас получится проводить это всегда традиционно, раз в год. По вашему мнению, помогать легко? Очень легко. Я думаю, что легко. Потому что, когда у тебя все хорошо, может быть, не задумываешься об этом. Когда увидишь больных, несчастных людей, я думаю, что у каждого сердце дрогнет. Помогать легко все равно, когда человек от всей души старается, ему несложно. Помогать легко. Убедитесь в этом сами. В этом году в России в очередной восьмой раз прошло празднование Дня Семьи, Любви и Верности. В Оренбурге этот праздник отменовался интересным событием – фестивалем приемных семей. Мы побывали на уникальном мероприятии и своими глазами увидели, насколько дружные приемные семьи живут в нашем городе. Маленький человек, маленькие руки дрожат, ручки твои держат крепче. Такие фестивали проходят во всех городах, и мы решили, что в нашем городе тоже надо. Этот фестиваль мы проводим уже второй год. Очень понравился прошлый фестиваль горожанам, и поэтому мы решили в этом году обязательно тоже делать уже традиции. Знаете, каждый день, в принципе, совместная подготовка проходит на кухне – к обеду, к ужину, там, уборка совместная. Каждый стремится помочь маме, каждый хочет выйти на первый план. Всегда дружно все делаем, у нас все это проходит весело, и смеемся, и шутим, и танцуем, и включаем на кухне. Когда готовим, включаем музыку, под музыкой танцуем, и у нас весело, здорово, шумно. Мы подготовили песенку про маму, вот пели в конце, домашнее задание было. Приветствуем было у нас кулинарные шедевры наши, ну и рисунок, автопортрет нашей семьи был. Мамочка, милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Цель – показать, что приемные дети – это обычные дети. Они также вписываются в наше общество, они ничем не отличаются от детей родных. Если их любить, если их также воспитывать в своей семье, что нет каких-то предвзятых отношений, что там гены какие-то плохие. То есть люди смотрят и вдохновляются у нас по прошлому году, по результату. Очень многие люди после фестиваля звонили и говорили, что мы тоже идем в приемные родители, потому что мы посмотрели и поняли, что тоже так же сможем. Вместе с мамой, с папой живешь. Нравится тебе с ними? Да. Потому что они все равно играют. Дети – это радость жизни, это счастье. Ради них только стоит жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова